Добрый день, друзья мои зрители! С вами доктор Константин. Сегодня у нас желтуха в крови, много билирубина. Это прежде всего западная медицина говорит так. Нарушение функции печени, нарушение оттока желчи и нарушение функции крови. Все это может привести к проявлению желтухи. Желтуха это тяжелое заболевание, сразу мы говорим. А теперь давайте посмотрим, как восточная медицина рассматривает желтуху. Прежде всего восточная медицина не рассматривает желтуху как самостоятельную болезнь. Почему? Потому что восточная медицина не лечит желтуху, но в желтухе есть очень большой резонанс для всего организма. И он очень пагубно влияет на весь организм в целом. Почему? Потому что вообще-то не страшна сама желтуха, а само страшно последствия любой болезни. В данном случае мы говорим о желтухе Все начинается с дерева по теории усиленной 5 элементов Дерево порождает огонь, огонь порождает землю Земля порождает металл, металл плавит в воду Итак, 5 элементов передают друг другу энергетику И вот желчный пузырь с печенью Отсюда начинается зарождаться общий баланс Мы всегда говорим общий баланс Диагностика 12 меридиана Выявление общего баланса Так вот именно энергетика зарождается в элементе дерева И потом передается по всем органам и меридианам И частям тела И если желтуха начинает правляться в печени Захватывает желчный пузырь Так как они вместе обмениваются энергетикой Сразу страдают два органа и меридиана И передается, пожалуйста, по цепочке Что необходимо сделать? Правильно провести диагностику 12 меридианов Согласно восточной философии Определить в каком состоянии общий баланс Если он слабый, что укрепить Прежде всего При любых тяжелых заболеваниях Нужно укрепить Тонкий мир человека Не физически У нас люди все наоборот Они стараются больше витамин съесть Стараются больше себе капельниц поставить Стараются больше, больше, больше Купить зарубежных препаратов Да, вы поможете своему организму Поможете на химическом, физическом уровне А энергетический уровень Вы так и не знаете в каком состоянии Потому прежде всего Укрепляются все 12 меридианов Для того, чтобы что Организм Укрепить иммунитет Укрепить И тогда организм начинает Что и Тонкий мир Потихонечку сам уже Справляться с этим заболеванием Кто-то скажет Вот вы сказки рассказываете Нет, это не сказки Это с практики Из жизненного опыта Вам китайцы такого не расскажут И в книжках своих не напишут Почему? Они сами этого не знают Потому помните Сначала укрепляется ЦИ Тонкий мир Тонкий мир, который ведает физический мир Укрепляет печень и желчный пузырь Не надо ацентировать на печень и желчный пузырь Почему? Потому что вообще-то печень и желчный пузырь Находятся в среднем обогревателе Здесь сразу вопрос А в каком состоянии? Верхний, средний, нижний обогреватель Сюда потихонечку втягивается Тройной обогреватель В каком состоянии поджелудочная железа Которая контролирует печень и желчный пузырь Смотрите внимательно Как простираются внутренние каналы В каком состоянии меридиан почек Вот уже у нас 5 меридианов С учетом желчного пузыря и печени Вот в каком состоянии? Сюда входит что? Меридиан сердца Хозяин всех внутренних органов Понятно? Сюда входят легкие Почему? Потому что желтизна кожа А кожа это что? Самый большой орган А этот самый большой орган ведает Что легкие в каком состоянии Вот вам напрашивается сразу Если вы по цепочечку вот эту вот рассматриваете Последовательность Как восстановить тот или иной организм При тех или иных тяжелых заболеваниях В данном случае желтуха Вы сразу же поможете своему организму Если вы будете только ацентировать внимание Что нужно вылечить желтуха Чтобы не желтела кожа Нужно что-то сделать Это уж люди что скажут Представляете? Белок желтый Пришел человек на работу Потому делайте выводы пожалуйста Что любую болезнь Можно победить химиотерапией Но вы залечите ее А в каком состоянии ваш энергетический баланс Вы не будете знать А для чего еще это нужно знать? Для того чтобы восстановление организма Было что? Не быстрым А уверенным Чтобы организм восстановился с ритмом природы А не по повелению врача Или что-то там кто-то мне сказал Нет Запомните Любая болезнь тяжелого характера Если ее неправильно Если ее неправильно лечить Она будет лечиться 12 месяцев Если правильно 3 лунных месяца Запомните об этом Точка В19 Даньшу Выступает точка универсальная Сразу мы говорим При диагностике 12 меридианов Ну желтухая редко Когда видел что люди воспаленные Понятно, да? Слабенько чаще всего Данная точка В19 Даньшу Тонизируется Но если диагностика 12 меридианов Показала Воспаленность Данная точка расслабляется Наоборот Ну и конечно Что восстанавливается Вся система 12 меридианов И не надо думать Чем больше точек Вы возьмете для восстановления эраизма Тем он быстрее восстановится Нет Мы должны составить программу По программе этой Работать Спасибо за внимание